В Хабаровске во вторник аноним сорвал занятия во всех городских школах, прислав электронное письмо в городскую администрацию. Сообщение пришло около 11 часов утра, когда в учебных заведениях в самом разгаре была первая смена. В тексте письма для придания солидности угрозе упоминался персонаж, имя которого во время стрельбы в Пермском университете выкрикивал преступник. В послании не были указаны конкретные номера школы или адреса, поэтому было принято решение провести всеобщую эвакуацию учеников. В самих учебных заведениях о волне минирований узнали от руководства. Так, директор 26-й школы, находящейся на улице Георгиевской, получила звонок из управления образования. Дальше персонал действовал по уже знакомому сценарию. Поступилось сообщение о минировании. Тут же, моментально, в течение двух минут школа эвакуировалась. У нас это же отработано на всех тренировках. Согласно инструкциям, каждый учитель работающих в районе поведения знает, как, куда, с кем, и так и действует. Согласно инструкции. Из этой школы эвакуировали 250 учеников и 25 человек персонала. Уроки отменили. Дети реагировали на произошедшее спокойно. Для них это было не лишенное радости приключения. Много раз были. В прошлом году и в позапрошлом году. Как ученики относятся к подобным происшествиям? Ну, вообще радостно. У кого там русский, математика, они радуются. А у нас география оставалась совсем. Радуются то, что уроки отменяют? Конечно. Более сознательно и демонстрировали похвальную тягу к знаниям и работе в команде. К тому же пропущенный материал все равно придется учить. Мне, например, это не радостно. Ну, вот, например, школа, то, что нас, например, учит, то, что мы должны учиться. Мы, наоборот, должны радоваться, то, что мы в коллективе, то, что с друзьями, мы должны все знать. Мы учимся, а они, наоборот, радуются зачем-то. Проверки подвергли все городские школы. 71. Общее число эвакуированных превысило 50 тысяч человек. Ни в одном из осмотренных зданий ничего подозрительного найдено не было. В отношении анонима возбуждено уголовное дело. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манин и Андрей Алферов.